Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь» и обсудим с вами утренний видос «Пиратки». Не знала Нинка, на какую тему поговорить, и подвернулся ей видеоролик с курящим ребёнком. Решила она даже и продемонстрировать в своём видео, что она никого не обманула, она ничего не придумала. И показала в своём видео, как ребёнок курит в туалете. Это я к чему? Это я к тому, что такое запрещено на Ютубе. Так вот, ребят, решила Нина поговорить о воспитании, причём о воспитании детей, которых, собственно, сама не имеет и иметь уже не будет. И я на эту тему уже говорила. Я раньше когда-то говорила, что такую тему сложно затрагивать, и мне даже в одно время как-то жалко её было, как это так, не иметь детей. Но когда я сделала для себя определённые выводы, что это не значит, что она не может иметь детей, это может быть то, что она не хочет иметь детей. Потому что такая, как Нинка, способна воспитывать только Фовку, и ей достаточно и его. Но она решила поговорить про воспитание. Полвидеоролика она скулила по поводу этого мальчика. Как же это так? Да вот следили бы за своими детьми, пишут комментарии у меня, а тут вот такое происходит. И мать зашла пофиг, и отец зашёл пофиг. Слушайте, можно подумать, её это так возмутило. Ничего её не возмутило, ребят, потому что сама она в таком же возрасте тоже никому не нужна была, и никто её не воспитывал. И была тема, запрещённая к разговору по поводу Нины. Какая Нина была, мы тоже слышали от Татьяны. Да, как она рубилась в телефон и ждала, когда же вынесут уже маму умершую, да, вывезут побыстрее из дому. И эта дамочка ещё говорит, да, что у неё такого бы никогда не было. А сама кем она была? М, Ниног, ты вспоминай себя. То, знаете, она всё кричит, что и кормила бы она своих детей только полезной едой. Помните девочку в КФС, которая по карточке, по своей карточке, которую ей оформили родители, да, и переводят туда денежку для того, чтобы девочка могла себе что-то вкусненькое купить. Она с ног до головы полила, да, и её, и родителей, которые девочку якобы отправили покушать в КФС, а дома не могут накормить, да. Теперь она зацепилась за курящего мальчишку. Вот мы показываем себя, какие мы есть, да, мы чавкаем, мы пукаем, мы рыгаем, но у нас это всё якобы на виду. А что творится за закрытыми дверями? Это якобы в других семьях. Нинка, а что у тебя за закрытыми дверями творится? Ты нам расскажи, а то за закрытыми дверями ты не рассказываешь, что творится. Открой их и покажи, а то только дети тебя почему-то чужие стали интересовать. Про какую-то девушку она, про модель, ещё где-то там читала или видео смотрела, что девушка попала в аварию, она там ослепла, и была она моделью, а потом резко она никому стала ненужной. Это, интересно, намёк в чью сторону. Нинка, это прям звучит как угроза, что была очень-очень красивая, потом попала в аварию, ослепла и никому не нужна стала. Знаете, Радке столько желчи и столько дерьма, что она не знает, как всё это вывернуть наружу. И у неё столько зависти, столько мерзости внутри, то она, не имея своих детей, решила переключиться на чужих. Теперь ей уже чужие дети покоя не даёт. Ну, Нинок, если у тебя, собственно, нет детей, займись воспитанием своим. Почему он у тебя такой невоспитанный? Почему он у тебя ходит постоянно в грязной, вонючей одежде? Почему он у тебя не моется? Ну, раз уж у тебя Фовка и за сыночка, и за муженька, хотя за муженька я сомневаюсь, потому что мужчина, муж – это опора, это защита для семьи, для жены. А у тебя получается, что он у тебя под колпаком сидит, под твоей туникой, на которой пятна от твоей мотни. То решила она разобраться с чужими детьми. Самое смешное, ребята, это то, что было в конце, да? Ну, ещё там один момент мы с вами обсудим. Но я что-то зацепила уже сразу конец видеоролика, где пиратка сказала, «Как к тебе относится, Ольга, у тебя дочь?» Я сразу почему-то восприняла это в свою сторону. Ну, вообще-то у меня две дочери. Ну, а потом, каким образом это может относиться к моей дочери, если у меня уже взрослые дети, тем более дочери, и уже у них своя жизнь вдали от меня, и никаким образом я уже не касаюсь своих детей. Всё, уже давно взрослые. Или что она имела в виду? В каком плане она имела в виду? Но потом я поняла, что это относится совсем не ко мне. Это же надо так ненавидеть человека, чтобы, слушайте, прям вспоминать. Эх, Нинка, Оля, у тебя прям мозоль в пятой точке. Ты даже имя назвала и про дочку сказала. Какая же ты мерзкая бабёнка! В твоей гнилой душонке ничего святого нет. Теперь ты решила новую тему для себя открыть. Это чужие дети. Правильно ты говоришь, тебе напишут, что своих роди, воспитывай, а потом трогай других. Но ты не родишь, потому что ты свою седовласку ещё не воспитала и не воспитаешь. Да и тебя, Нинок, никто не воспитывал. Некому, собственно, было воспитывать. Мама вкалывала, а Нинка чё хотела, то и творила. И тема табу была – трогать девочку Нину. Вообще никаким образом нельзя было затрагивать тему воспитания. Правда, Нин? Чё хотела, то плела. Чё хотела, то творила. И о чём может говорить женщина, которая не имеет детей, и сама не получила должного воспитания, ещё и о чужих детях. Да неважно, какие. Воспитанные, невоспитанные. Но она решила побольше хейт поднять на своём канале и при этом доказывала нам, что всего лишь 5% людей, которые её не любят, недоброжелателей, всего лишь 5%. Ну а все остальные 95% просто без ума от великой блохерицы с червивым гнилым языком. Да, просто падают от счастья в обморок при виде Нинки, что даже ничего не могут написать. Вот как бывает. А мы просто с вами не знали. Да, теперь Нина разложила всё по полочкам, всё нам объяснила, и теперь понятно. Все очарованы до такой степени, что даже написать комментарий положительный не могут. Они как заходят на канал, сразу в обморок падают от любви к пиратам. Ну, получается так. Вы знаете, чем дальше, тем ниже падает пиратка. Хотя, как мне кажется, уже просто ниже некуда. Но это надо быть последним дном, чтобы обсуждать чужих детей, воспитание детей, при том, что сама не имеет и уже не будет у неё детей. Как она сказала, что если она родит, ключевое слово «если». Но если не будет, то у неё никогда такого не случится, что она увидела в этом маленьком видосе «Кружочки», где мальчик курит. Уж точно никогда не случится и не будет. Да, Нин, не будет. Потому что не дано, не дано тебе вообще воспитывать детей. И это говорит не о том, что ты не можешь. Это не факт, что она, ребят, не может. Просто ей бы одного выкормить да воспитать. Какие тут дети. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.